Досрочный финал клубного чемпионата России вышла Архангельская Родина и Нижегородская с Дюшор 13. Еще двоих финалистов определили по результатам дополнительных встреч. И в итоге к нам в город приехали еще две женские команды премьер-лиги. Тюмени, Подмосковная, Спарта. Заметим, что к финалу в качестве лидера подошли Архангелы Городки. Нижегородские теннисистки регулярный сезон закончили на второй строчке. По регламенту финальные матчи принимает обладатель первой позиции. Но Архангельск не смог гарантировать достойную организацию финала. И поэтому решающие матчи за медали чемпионата России снова проходят в Нижнем Новгороде. Мы уже последние четыре года были в одном шаге от победы. Два года мы были бронзовыми призерами, два года серебряными. Вот сейчас пятый год. Будем надеяться, что пятый год будет для нас удачный. И будем рассчитывать на золотые медали. Но всякое может случиться. Спорт есть спорт. По итогам первого официального дня соревнований лидеры остались на своих местах. Архангельск относительно легко разобрался с подмосковной Спартой. А вот Нижегородкам пришлось потрудиться, чтобы укрепить свои позиции. В первой игре полуфинальной серии подопечный Владимир Аиндолова скрестили ракетки с Тюменью. И здесь первые очки нам принесла китаянка с турецким паспортом Ху Мелек. Она со счетом 3-1 обыграла экс-чемпионку Европы Литовку Руту Пашкаускину. А вот другая представительница Поднебесной внесла интригу в матч. Лиу Ялин в цветах Нижегородской с Дюшор 13 Сухую уступила Полине Михайловой. И все же наши девушки оказались сильнее. Мария Долгиха держала верх над Александрой Приваловой. А затем отличился наш китайский дуэт. Ху Мелек в паре с Лиу Ялин сумели с 0-2 отыграться в матче против чемпионок Европы 2011 года Михайловой и Фадеевой. Самой напряженной и невероятной по драматизму игрой стала встреча между Ху Мелек и Полиной Михайловой. Шедшая на всех парах своей второй победе в матче Полина, ведя со счетом 2-0, получила 6 матч-болов в третьем сете. И в итоге вместо 2-3 и хороших шансов на продолжение борьбы Тюмень получила нокдаун в виде 1-4 и призрачные шансы на финал. Зато Нижегородки укрепили свои позиции. Сегодня пройдут вторые полуфинальные встречи между этими соперницами. А в воскресенье, 31 мая, определятся имена победителей. Григорий Ожигин и Сергей Пермовский. Объективно. Спорт. ННТВ.